Салом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Ва-Е-Хи. В ней, дорогие друзья, наш братец Яков перед смертью хочет благословить своих детей, но сначала он упрекает их. Рувена, например, он упрекает в том, что он переставил кровать. Какую кровать? Что это было? Все время, пока Рахель была жива, кровать Якова стояла именно в шатре Рахель. Рахель умирает. Рувен считает, что пришла очередь его мамы Леи, но не тут-то было. Яков ставит свою кровать в шатер Бельхи. Несправедливость. И Рувен меняет место кровати, ставит кровать отца в шатер своей матери. Яков упрекает его в этом. Но с тех пор уже прошло 62 года. Почему сейчас, дорогие друзья? Наши мудрецы говорят, что Яков тогда ничего не сказал Рувену. Он боялся упрекнуть его сразу после происшествия, потому что опасался, что Рувен отбросит веру и пойдет к своему дяде Эйсаву. А также эта недельная глава Порошастума, так сказать, закрытая глава, она учит нас вовремя замолчать. Отсюда мы можем сделать вывод, что всему свое время, даже по учению. Яков следующее хочет благословить Миноше и Ефраима и внезапно говорит, кто это? В чем здесь дело? Минуту назад Йосиф сказал, что это сыновья его. Почему Яков себя так ведет? Яков решил не благословлять их, потому что увидел, что от них произойдут два больших злодея в нашем народе. Ахав и Еравам. Но потом написано, что глаза Исраиля отяжелели от старости, не мог он видеть. И дал он им подступить к нему и поцеловал их и обнял их. Берешит 48, 10. Яков закрыл свое духовное видение будущего. И потом он смог поцеловать и обнять Миноше и Ефраима. То есть он сказал себе, не закрывай, не заглядывай в будущее. Вот они, два прекрасных юноши стоят перед тобой. Благослови их. Не нужно ориентироваться на потом. Написано, что Яков ваешак лахэм, ваихабек лахэм. То есть поцеловал им и обнял им. Хотя обычно мы говорим поцеловал их и обнял их. О, там. О, Раха им объясняет, что он поцеловал их так, чтобы они не могли ответить ему на его поцелуй. Тоже можно сказать и про выражение Ахавадхинам. Беспричинная любовь. Нет такого понятия беспричинная любовь по отношению к нашим собратьям. Это придумали, так сказать, наши мудрецы в противоположность названию наших мудрецов «беспричинная ненависть». Сенатхинам. Мы любим друг друга не без причины, а за то, что мы один народ. У нас есть особая притягательность, так сказать. Мы одно целое, одна семья. Итак, Яков благословляет сыновей Йосифа, Минаше и Ефраима и приравнивает их к статусу собственных детей в качестве родоначальников колен народа Израиля. Яков хочет раскрыть своим детям конец дней, но оказывается не в состоянии этого сделать. Вместо этого, дорогие друзья, Он благословляет своих сыновей, присваивая каждому из колен свою роль. Из колена ягуды выйдут вожди, законодатели и цари. Священники выйдут из колена леви, ученые, мудрецы из колена из Сахара, купцы и гешепсмена, мореплаватели из Зевелуна, учителя из Шимона, искусные воины из Гада, судьи из колена Дана, оливководы из Ашера и так далее. Ровен получает порицание за вмешательство в семейную жизнь отца, а Шимон и Леви за уничтожение города Шхема и заговор против Йосифа. Нафтали наделяется легкостью и быстротой лани, Бениамин свирепостью волка, а Йосиф благословляется красотой и плодовитостью. Сначала, дорогие друзья, Яков говорит, «Соберитесь, и я поведаю вам, а затем сойдитесь и послушайте». Берешит 49.2 Поскольку Тора не содержит избыточных фраз, отсюда следует, что Яков дважды собирал сыновей. Описание второго собрания есть в тексте, но первое остается загадкой, дорогие друзья. Почему нам не сказано, что собирался сообщить Яков, и почему он этого не сделал? Да потому что, объясняют наши мудрецы, что он хотел раскрыть своим сыновьям конец дней, но не мог, поскольку божественное присутствие покинуло его. И именно поэтому он собирал их во второй раз, сказав буквально «сойдитесь вместе». Это слово имеет значение «приготовиться, услышать слова, исходящие из божественного источника». В отличие от слова «Еасфу» — «соберитесь вместе». Но в этом, дорогие друзья, объяснении все же чего-то не хватает. Мы, конечно, можем согласиться, что текст Торы подводит нас к мысли, что Яков собирал своих сыновей вместе, желая сообщить им то, что впоследствии уже не сможет. Но что, если была какая-то дополнительная информация о том, что произойдет с ними в будущем, и по какой-то причине ему не дано было это передать? Где доказательство, дорогие друзья, что он хотел раскрыть конец дней? Мы можем пойти дальше в нашем понимании проблемы, если используем противостояние или то, что написано в книге «Зор». Там написано, что различие между тремя обозначениями речи — говорить, раскрывать и поведать. Дибур, Амира и Агада. Говорить — это просто физический процесс. Рассказывать уже идет от сердца. Но поведать обозначает голос души. Разница между ними такова. Говорение и рассказ идут с поверхности, а не с глубины души. Уста иногда могут говорить то, что чувствует или не чувствует сердце. Более того, сказанное сердцем иногда может быть в конфликте с тем, чего на самом деле желает душа человека. Иногда в своем сердце человек может делать чего-то запрещенного Торой, но в самой глубине души он никогда не пытается отделить себя от воли Всевышнего. Глаз видит, сердце желает, но самые глубокие сферы души никогда не подвержены греху. Так вот, поведать идет из самых глубин человеческой сущности. Агада — внутренняя часть Торы буквально означает «поведанное». То есть мудрецы говорят об Агаде так. Если хочешь узнать того, кто говорил и привел мир к существованию, то учи Агаду, ибо в ней найдешь Всевышнего. Сифрей над Варим 11.23. Иными словами, через ту часть Торы, название которой происходит от глагола «поведать», ты можешь открыть глубину или сущность Всевышнего. Именно это собирался Яков сделать вначале, поведать своим сыновьям, раскрыть им конец дней. То есть суть времени, когда глубинная сущность души человека и глубинная сущность Всевышнего будет раскрыта через глубину сущности Торы. Этого нам всем и желаю. Учить и понимать Тору. Любить наших детей и правильно их воспитывать. С любовью и пониманием. Будьте здоровы, браха вас лоха, много сил, шалом, ваш Равин Каплан.